Здарова, ребят! Counter-Strike сервер Intel, одна из его особенностей, там нет АВП. Снайперов с этой пушкой вы там просто не увидите. Ещё система бонусов, звания, розыгрыши. Рекомендую. IP группы сервера в ВК в описании. Парнишка College Man Channel подсказал мне два месяца назад очень хорошую идею. Написал, сделай топ-10 лучших оружий в CS 1.6. Довольно неплохо. На самом деле, я никогда не видел, чтобы кто-то делал качественный подобный топ. Поэтому, может, я буду первым в этом роде. Готовы? Погнали! Короче, для начала нужно разобраться, что значит лучшее оружие в Counter-Strike. Лучше оно может быть по удобству, красоте или в плане экономики. Ну или по другим различным факторам. На самом деле, и так понятно, что значит лучшее. Лучшее, то есть наиболее эффективное. И не просто, которое наносит лучший урон, больше урон. А именно, эффективное при всех своих плюсах и минусах. То есть, чтобы пушка попала на первое место, она должна быть просто идеальной. То есть, недорого стоить, быстро убивать, чтобы легко было с неё стрелять, быстро перезаряжать. Была по красоте прикольная, ну и так далее. Если вы уже, кстати, догадались, какая пушка попала на первое место, пишите в комментарии прямо сейчас, не досмотрев видео до конца. Только честно. Сообщение типа, я думаю, что лучшим оружием будет муха, ну например. А потом в конце удивитесь, правильные или нет. Ну или можете написать топ-3 пушек. В общем, я не буду тянуть, я составил топ-10 лучших пушек Counter-Strike 1.6 на свой вкус. То есть, это моё личное мнение. И оно, имейте в виду, может отличаться, не совпадать с вашим мнением. Отличаться может от вашего топа. Поэтому не ругайтесь особо. Я начну с 10-го места и плавно перейду к первому. Ну, соответственно, 10-е место это самое неэффективное из всех 10-ти. А первое, самое лучшее во всех смыслах. И в топе, конечно, принимают участие все пушки и даже пистолеты. Давайте начинать. Десятое место. Скаут. Ну или просто муха. Оружие, способное убить с одной пули в голову или с двух в тело. Но, к сожалению, им редко кто пользуется. Так как за его стоимость проще всего купить тот же АК или М-ку, например. А если уж хочется быть снайпером, проще накопить на АВП, который может убить уже хоть троих одновременно. Зато большой плюс этой пушки в том, что с ней вы двигаетесь быстрее. Ну, как-то так. Девятое место. MP5, ну или в народном КС, просто морковка. Дешево стоит и совсем неэффективно на дальних дистанциях. Зато, если вы его купите и выйдете к противнику на ближней дистанции, у вас очень неплохие шансы. Эта пушенция отлично раздает по головам, так как у нее довольно кучная стрельба. И обычно еще говорят «беги и стреляй», так как с нее можно запросто стрелять и зажимать прямо на мигу по головам. Восьмое место. АУК, или он же Штайр. Очень точная винтовка, которую можно приобрести в арсенале контртеррористов, но из-за своей дороговизны не очень актуально. Лучший аналог в данном вопросе, играя за контртеррористов, просто взять М4А1. Зато, есть возможность небольшого зума. Седьмое место. Крейг 552 Командо. Аналог Штайра, так скажем, только за террористов. Тоже не очень актуальное оружие, из-за своей дороговизны. Была бы чуть дешевле, ее бы явно чаще брали. У нее, кстати, тоже есть возможность зума, как и на АУК. Нередко ее можно увидеть в руках неопытных игроков, которые не знают, что гораздо дешевле и эффективнее. Тот же АК-47. Ну что, карабкаемся выше. Шестое место. Галил. Неплохая штурмовая автоматическая винтовка на случай, если не хватает денег на АК-47. Но, как мне кажется, не очень точное оружие, да и и проще сыграть эко-раунд и взять потом АК с броней. Или же в данном раунде просто взять Дигл, который сносят с одного патрона. Пятое место. ФАМАС. Хорошая винтовка французского производства. По ней у меня есть уже отдельное видео даже. Находится она на пятом месте, потому что очень универсальна. Стоит недорого, имеет два режима стрельбы, неплохо дамажит, довольно точная. Единственный минус – это магазин на 25 патронов, которых хватает очень ненадолго. Четвертое место. Дигл. Дезерт игл, или в переводе на русский – пустынный орел. Самый мощный пистолет в Counter-Strike и один из самых мощных в реальной жизни. Сносит с одной пули в голову. Очень точный пистолет и довольно хорош на эко-раундах, потому что запросто может быть соперником любого оружия в игре. По нему у меня есть также отдельное видео. Можете посмотреть. Ну и подобрались мы к тройке лидеров. Пишите в комментарии прямо сейчас, поставив видео на паузу. Как вы думаете, какой будет топ-3? Пишите. А я подожду. Написали? Отлично. А теперь давайте проверим. Итак, третье место. М4А1 или просто М-ка. Американская штурмовая винтовка и самое актуальное и часто используемое оружие при игре за контров. Можно насадить глушитель и стрелять тихо. Довольно кучная стрельба. Эффективна на всех расстояниях и дистанциях. Ближних, средних, дальних. Неважно. Достает террориста в любой точке-ка. Мне кажется, это заслуженное третье место. Как и предыдущее четвертое с деглом. Как считаете? Ну ладно, едем дальше. Второе место. АВП. Ну или просто Слон. Ну конечно, как же без него. Заслуживает второго места, потому что убивает с одного патрона. Потому что им можно пробить самые толстые, огромные стены на карту. Имеет большой боезапас. Может уничтожить одной пулей до трех врагов, если не ошибаюсь. Единственный минус. Минусы, точнее, это высокая торговизна и низкая скорострельность. А так, достойное второе место. Ну и первое место. Хм. Как вы думаете, кто же здесь? Ну конечно. АК-47. Йокарный бабай. Какую же еще пушку сюда можно поставить? Это топ-1 девайс как в Counter-Strike, так и в реальном мире, друзья. Почему? Я вам сейчас объясню. Во-первых, низкая стоимость. Как в КС, так и в реальной жизни. По сравнению с М4А1 стоит на целых 600 зеленых дешевле. 600 сотен. Во-вторых, убивает с одной пули в голову даже противника в шлеме, что может сделать не каждое оружие из этого списка, тем более та же М-ка. В-третьих, большой боезапас. В-четвертых, высокоточное попадание при стрельбе и много других факторов, которые можно перечислять бесконечно. Это оружие имеет, по-моему, лишь один минус в КС. Это довольно большой разброс пуль. То есть, оружие довольно капризное. И с него лучше стрелять маленькими очередями, нежели с Эмки. Ну вот, как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Если вы согласны с таким топом, вот таким вот моим топом, то ставьте палец вверх. Ставьте лайк на это видео. Если не согласны, то можете поставить дизлайк, если хотите. Вам интересен был такой материал? Да? Тогда подписывайтесь на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых роликах. Чтобы это сделать, просто зайдите ко мне на канал, нажмите на кнопку подписаться, а затем справа от нее на иконку колокольчика. По всплывающем окне поставьте галочку возле пункта сообщать мне обо всех новостях этого канала. И в конце синюю кнопку сохранить. Таким образом, вы не пропустите моих новых гайдов по КС 1.6. Спасибо! На связи был Леонид Ферлюков, он же DreamXLeo. Еще увидимся на боевой арене. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова